доброе утро друзья сегодня у нас по расписанию экспресс выпуск но мы сегодня будем его снимать в таком формате во всяком случае попробуем потому что очень важное событие предстоит и короче в том формате который мы уже снимали у нас не получится ничего сделать будем в общем сегодня вот так снимать поэтому оставайтесь с нами я думаю что должно получиться интересно поехали в паттайю проснулся сначала и а там короче продолжим потому что мы сейчас едем одно место и очень такое интересное в общем короче все оставайтесь на канале вот так начинаем прямо сейчас поехали в общем сейчас едем с документами в иммиграшку потому что у нас закончил срок штампа и есть возможность его продлить посмотрим насколько у нас это получится сделать вы узнаете конечно же об этом первым мы попутно расскажу еще какие-то новости и все что нужно рассказать в экспрессе так мы приехали время 8 утра уже очередь там сейчас снимать нельзя будет короче смотрите по времени вас сориентирую во сколько мы оттуда выйдем и счастливы мы выйдем оттуда или не очень короче пошли стоять в очереди чуделки так друзья мы вышли уже из иммиграшки короче народу много но так как мы приходили до этого записались то мы сразу прошли мы были пятыми и шестыми в очереди смотрите раньше ставили сразу штамп и продление теперь паспорт забираешь на следующий день поэтому результаты сообщить я вам сейчас данный момент не могу результаты узнаете на нашем ближайшем стриме в субботу так что два неинтересно будет с вами встретиться пообщаться а сейчас мы кстати по этой улице дойдем до желтого обменника хочу показать вам какой курс на сегодня потому что это наша традиционная рубрика вот здесь прямо на углу находится желтый обменник я вам покажу какой актуальный курс на данный момент и продолжим наш выпуск дальше а мы тем временем переместились на пляж джам тьен а о погоде естественно расскажу плюс 31 32 влажность как прежде высокая в данный момент 75 процентов поэтому ощущается как плюс 35 а переменная облачность кстати говоря периодически бывают дожди и это очень хорошо но в нашем случае поэтому вот такая погода сейчас потаем а теперь друзья поедем к с вами по завтракам потому что собственно говоря раз у нас такой сегодня экспресс то посмотрите собственно как проходит весь день полностью там уже проголодался этими ожиданиями бессонными ночами вроде как бы хочется скорее получить продление с другой стороны не знаешь насколько ее продлятся с поставить штамп на 7 дней поедем скоро домой ну ладно будем надеяться на лучшее поехали завтракать вот мы приехали бикси сейчас пойдем на фудкорт возьмем какой-нибудь вкусняшки я думаю что сегодня можно себе позволить пережили стресс общение с официальными лицами скажем так короче ладно сейчас покажем и отвечу попутно а на вопрос который вы задаете под нашими видео пока еще не заказали вот карточку день упоминания возьму чай себе вот нравится мне по 25 бат в принципе вкусно получается и охлаждающе потому что на улице конечно все равно жарко что не говорим и уже пойдем заказывать основные блюда фудкорт вот такой здесь кто забыл а кто не помню так ну теперь можно спокойно выбирать что мы будем кушать что-нибудь тайское правда буду сегодня завтракать томом яму томом яму так покажу вам 80 бат стоит свободная минутка пока готовится отвечу на вопросы много вопросов по поводу последнего видео что я там хожу с картой карты не расплатился друзья хотел расплатиться честно но проверить надо же было как-то не проплое поэтому пришлось платить второй вопрос а по поводу спрашивают много по поводу улучшения ситуации с въездом таиланд что меняет что не меняется короче смотрите с 1 апреля новые правила теперь не нужно объезжающим по системе тестом голый песочница это те кто вакцинировать им не нужно сдавать первый пациент с который 72 часа до въезда в страну то есть этот пациент с отменили но по-прежнему остается пациент с который нужно сдать день прилета и ночь оплаченная в гостинице потому что иначе вы не получите тайпас тайпас пока никто не отменял а для невакцинированных сделали карантин пять дней то есть уменьшили до срок ожидания поэтому это тоже да такая интересная новость а я знаю что кстати говоря не смотрели на что многие собираются собирается приехать но надеюсь что у вас это получится поэтому это вот из таких новостей которые вы задавали вопрос сейчас если вспомнишь что-то и пока суп будет нести отвечу еще на что-нибудь ого спасибо дам киши еще решил воды взять потому что сейчас суп будет острый надо будет водичкой залить с этой головы вода 10 ватт что-то смотрю вроде суп готов пойду забирать так ну собственно вот и завтра конечно не каждый раз так завтрак уж чтобы вы не думали что мы тут пируем джируем но иногда себе можно позволить и вообще про упрощение правил въезда смотрите они какое-то приняли решение что четырехфазное будет упрощение но опять же все будет зависит от эпидемиологической ситуации да если будет заболевших немного то тогда будет правило упрощаться короче вот с 1 апреля я вам уже сказал какие новые будут потом с мая они хотят отменить пцр по моему первый что же а или антиген тест ну короче что то еще отменят потом еще отменят и уже к июлю говорят что даже отменят тайпас поэтому вот такие новости на данный момент сейчас мы едем кстати говоря возвращаемся а в кондик потому что нужно помонтировать немножко посидеть может быть даже сегодня поедем что-нибудь снимать новое пока не знаю какие будут планы но в любом случае сейчас едем в кондик а потом уже включимся увидеть что будет дальше или заехать кстати говоря на фруктовый рынок пятницу будет серия отсюда поэтому там более подробно все здесь от просто возьмем манго себе и пока пока не подорожало и в общем как бы насладимся попозже может я вам даже покажу как я его ем не знаю короче ладно сейчас скупим манга и пойдем уже тогда точно в кондик ну в общем манга вот 18 за зелененький и 25-27 в принципе нормальная цена так короче я взял манга по 20 бат вот получилось четыре штуки большие на 52 бата сейчас возьмем еще чего-нибудь и домой очень жарко опять становится это влажность теперь я счастлива и отправляюсь домой все до встречи дальше потому что не знаю что будет друзья продолжаем честно говоря у меня что-то с утра так разболелась голова после посещения всех этих правительственных организаций поэтому я приехал домой меня прям вырубило вот сейчас только проснулся ем манга как и обещал кстати почистил два манга но не могу дописаться до александра только странно не отвечает мне но тем не менее сейчас пойду угощу его чтобы вы потом не писали в комментариях что он не доедает продолжим совсем скоро короче я дозвонился до александра толь чего он естественно занимается монтажом сейчас я ему подарок из африки принесу руки заняты не могу встречать нормально открываем свои подарок от наших подписчиков ну во сколько пойдем снимать но мне еще полчасика ну все хорошо сейчас все друзья встречаемся через полчасика я пошел снова в пути сейчас едем на джам тьен потому что месяц пребывания в паттайе у нас заканчивается хотим посмотреть еще кондики прицениться по стоимости потому что сами понимаете надо экономить мы приехали в люмпине мы здесь кстати говоря останавливались у нас даже есть видос по этому кондику узнаем все сколько здесь стоит проживание с получится узнать и согласен вам расскажем потому что цены могут меняться сейчас не знаю даже сколько здесь может стоит проживать ну короче сейчас вот попытаемся все узнать зашли мы в офис но смотрите здесь вот в официальном в офисе нельзя снять на месяц здесь от шести месяцев короче студия будет стоить от пяти до семи тысяч батов но это если при аренде на шесть месяцев но мы снимали здесь по моему неделю на дверь на три поэтому тоже не полный месяц но через airbnb ну короче ладно здесь нее не будем тогда смотреть потому что шесть месяцев нам никто здесь не даст прожить а хотя хотелось бы ну в общем ладно едем дальше посмотрим что еще будет сегодня в нашем выпуске видите как он получается супер разнообразный но кстати сейчас впервые приехали за долгое время даю в эту часть сам тена и смотрите своей спиной вот видите все закрыто это расширяет пляж так что скоро тоже будет очень широким пляжом мы специально притормозили сейчас на повороте на джам тен чтобы еще раз вам показать курс в этом обменнике смотрите рубли принимают курс 0 320 поэтому да сейчас можно поменять рубли на джам тене праву никаких проблем нет манны манны итак мы приехали еще один кондик посмотреть юникс мы кстати говоря здесь его не еще не были ни разу поэтому будет по не интересно и узнаем что по ценам но я думаю что не дешево конечно так студия здесь стоит 11 тысяч месяц плюс электроэнергия и вода сейчас нам покажут хотя бы понимать будем о чем идет речь в общем вот так выглядит студия смотрите вот такой вид но это одна студия до 27 квадратных метров в принципе даже неплохо но дороговато конечно так на сегодня я думаю что достаточно кондиков потому что мы хотим посмотреть кстати знаете что у меня здесь не понравилось что здесь нет балконов и нету двух номеров рядом то есть они будут находиться на разных этажах в общем как бы этот вариант мы не рассматриваем с кондиками на сегодня закончим тоже чтобы вас не грузить и поедем сейчас в центр потому что нам надо проверить кое какую информацию какую сейчас узнаете спасибо приехали мы в терминал 21 проверим такой уж ли тут супер фуд корт как вы нам написали ну конечно да много здесь еды разный с пацаном пробежимся все смотреть не будем конечно смотрю в основном это том-ям и такие традиционные тайские блюда да ребят спасибо что подсказали действительно здесь получается бюджетнее чем мы берем даже в теско лотосе и смотрите сейчас вот я вам снимал том-ям и рис жареный с креветками стоит совместе 85 бат так чтобы имами конечно вы иметь ввиду потому что нам сюда не очень удобно добираться но если мы будем в этом районе то конечно теперь будем сюда захаживать вот спасибо не можем оставить себя без сюрприза и вас вот вышли идем такие смотрим александр говорит смотри какой у них паркин прикольный да виды шикарно открываются что друзья сразу пока не забыл наш хэштег вот так ченнел по нему найдете все что связано с нами не только видео но и фотографии наши соцсети и так как со вчерашнего дня а признано мета экстремистской организации в россии поэтому добавляйте там в telegram прямо сейчас на экране будет ссылка подписывайтесь а будем там радовать вас красотой всей пока который мы видим вот так ездишь едешь и попутно определяешь себе новое место для съемок вот мы сейчас выбрали уже одно и приехали на рынок кстати говоря ознакомиться с тайскими национальными блюдами опять же рынок мало посещаем и туристами поэтому нам будет здесь двойне приятно находиться посмотрим что есть и сколько стоит здесь прям все предусмотрено для нас для росла очень удобно ходить вот там понравились такие шарики 50 бат стоит 11 штук поэтому сейчас возьмем взяли до этого такие еще конвертики тоже там что-то непонятно еще короче возьмем шашлычки все набрали еды сейчас идем 7-eleven чтобы взять запивку и отправляемся все это поглощать такой вам сегодняшний эксперимент так наш любимый 7-eleven сейчас быстренько определились уже чего берем и вперед чтобы не застревать здесь хотя здесь прохладно здесь хорошо новый какой-то дизайн синхи такой прям настоящий летний все нам подходит все идем оплачивать так ну все мы поехали остановимся знаете где сейчас узнаете пока когда доедем а В общем, мы решили, что будем ужинать сейчас с видом на море. Ну, а почему бы и нет, собственно говоря. Ну, в общем, за наш, не знаю, удачный-неудачный эксперимент. Но, короче, мы сегодня за весь день, ну, точнее, я за весь день очень сильно устал. Надеемся, что вам понравится, что мы сделали. Такой экспресс, как-то один день экспресс. Все, пока-пока. Увидимся на канале вот так совсем скоро. Потому что наше приключение продолжается. И не забывайте подписываться, пока есть такая возможность. Будем дальше вас радовать. Все, чао-какао, до новых встреч. Кстати, результат-то, чего, собственно говоря, все начиналось, узнаете в субботу на нашем стриме. А теперь уж точно. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok